Смотрите, это же Спраут из Бравл Старс! Тяп-ляп! Давайте слепим Спраута с настоящим живым растением! Начнем со скафандра. Нам понадобится прозрачная капсула от шоколадного яйца. Точнее, нам нужна только большая ее половина. Получился вот такой колпачок. Нужно проделать отверстие в центре нашего колпачка. Можно использовать, например, шило. Попросите родителей вам помочь. Идем дальше. Давайте слепим розовое туловище Спраута. Для начала скатаем шарик такого размера, чтобы он поместился в наш колпачок. Приплющим его с одной стороны. У нас выходит вот такая полусфера. Стекой или карандашом проделайте отверстие в полусфере прямо насквозь. Только осторожно, не помните саму деталь. Розовая полусфера потом будет находиться внутри колпачка. Диаметры двух дырок должны примерно совпадать. Далее будем делать белые шипы. Из белых шариков вылепим вот такие конусы. Прикрепим наши шипы на розовое туловище в хаотичном порядке. Таких шипов понадобится примерно 7-8 штук. Дальше приготовьте коричневый пластилин. Скатаем из него шарик и сплющим в лепешку. Лепешка должна получиться довольно тонкой, поэтому разомнем ее тщательнее. Готово! Колпачком от капсулы вырежем ровный круг. Отлично! Сейчас снова продырявим деталь насквозь по центру. И как вы думаю догадались, нам нужно совместить три детали так, чтобы все их отверстия совпадали. У нас получилась вот такая верхняя половина скафандра спраута. Давайте делать нижнюю половину. Она белого цвета. Из шарика пластилина скатаем длинную толстую колбаску и сплющим ее. Нам нужно получить длинный прямоугольник. Этим прямоугольником, как шарфом, обмотаем половинку капсулы чуть под наклоном. Обрежем неровный край по всей окружности. Снизу белый пластилин немного растянем. Итак, капсула нам больше не потребуется. Сейчас нам предстоит сделать дно у этой чаши. Налепим снизу еще немного белого пластилина, чтобы получился вот такой горшок. Супер! Так как в этом горшке будет жить настоящее растение, нужно сделать отверстие для проветривания земли. Оно будет прямоугольной формы. Стекой по разметке вырежем вот такое отверстие. Вот так здорово получилось. А чтобы при поливе вода не выливалась мимо, смастерим затычку для этой дыры. Используем только что вырезанный кусочек горшка и вот такую ручку из проволоки. Хочешь открой продух, хочешь закрой. Очень удобно. А теперь самое интересное. Будем наполнять горшок землей и сажать семечку. Не забудьте увлажнить землю. Кстати, в этом видео покажем, как наш росток взойдет, а каким большим в итоге он вырастет, можно будет увидеть на канале Каляка-Маляка, когда там выйдет видео на эту тему. Ссылка на канал в описании. Пока семечка всходит, можно слепить колеса спраута. Нам понадобятся голубой и черный шарики. Черный шарик вытянем в колбасу и сплющим ее в прямоугольник, как делали до этого с белым пластилином. Но эта полоска должна быть толстенькой и не широкой, чтобы слепить из нее шины колес. Итак, обернем полоской голубой шарик и сгладим шов. С лепкой колес можно не особо торопиться. Наша семечка будет всходить примерно неделю. Если кому-то интересно, наше растение называется молочай. Готовое колесо разрежем пополам. Можно ножиком или стекой. Только не порежьтесь. Получились вот такие стильные колеса с выпуклой серединкой. Прикрепим их снизу горшка. Только смотрите, чтобы земля с семечкой не вывалилась. Ну а теперь остается поливать землю и ждать, пока росток проклюнется. Спустя неделю у нас взошел вот такой красавец. Смотрите, он даже еще не сбросил чешуйку с листочков. Пока росток поднимает голову, смастерим руки робота. Подготовьте шарик голубого цвета. Сплющим его так, чтобы получилась вот такая фигура, похожая на кусочек сыра. Также из голубого пластилина нужно будет слепить таблетку. И из синего вот такой пенек. Согнем его понемногу в дугу. Можно соединять эти три детали. Синяя по центру, голубые по краям. Это рукав. Стекой нужно нарисовать две полоски на синем рукаве. Готово! Осталось слепить три мелкие детали для руки. Вот такой голубой валик. Его надо прилепить на ту сторону рукава, где таблетка. Отлично! И последние две детали руки, это маленькие розовые квадратики. Каждый из них нужно согнуть дугой. Выходят такие, как бы, хваталки. Прилепим их по бокам от голубого валика. Итак, рука готова. Слепите вторую такую же. И можно ставить их на место. Наш росток выпрямился спустя пару дней. Можно просовывать его через розовое тельце и стекло скафандра. Только делать это нужно супер аккуратно и не спеша. Ура! Все получилось! Росток в целости и сохранности. Вот теперь и чешуйка отвалилась. Прелесть! Давайте рисовать лицо спраута. Вырежем оранжевый квадратик и нарисуем на нем глаза и рот. Нижний левый уголок загнем. Из белого скотча можно вырезать вот такую челку. На ней и будет держаться квадрат с лицом. Как же здорово все-таки получается! Правда у спраута один листочек, а у нас целых два. Остались мелкие детали. Вентилятор. Это вот такой серый квадрат с белым крестиком на фоне черного блинчика. Вокруг блина есть белая обводка, а по центру и по углам белые мелкие точки. Можно прилеплять вентилятор на спину. Чуть выше нашего опродуха для земли. Идем дальше. Стекой прочертим две вертикальные полоски спереди на груди и одну полоску снизу по всей окружности скафандра. Вот так. Еще нужно вылепить эмблему в центре груди. Вот такой голубой знак. Вы знаете, что он означает? Пишите в комментариях. На эмблеме сбоку есть белая точка. Еще не хватает одной красной кнопки на груди справа и двух белых точек внизу скафандра. Ура! Все готово! Росток чувствует себя прекрасно. Главное не забывать его поливать. Каким он вырастет, смотрите в видео на канале Коляка Маляка. Ссылка в описании. Ставьте лайк и пишите в комментариях, играете ли вы в Бравл Старс и получилось ли у вас слепить такого спраута. Флауэр. 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 Флауэр.